Пандемия COVID-19 очень сильно повлияла на жизни каждого из нас. Не успели страны снять свои жесткие карантинные меры, как на горизонте появилась угроза второй волны вируса, из-за чего все эти меры нужно будет снова возвращать. Наша жизнь не сможет стать такой же, как прежде, без появления вакцины от коронавируса. Поэтому почти все страны мира сейчас бросили все научно-исследовательские ресурсы на ее разработку. Такого в истории человечества еще не было. Но что будет, если вакцину все-таки не удастся создать никогда? Или хотя бы в ближайшие несколько лет? Ведь далеко не от всех болезней науке удалось создать вакцины. Уже более 40 лет ученые так и не могут создать вакцину от ВИЧ, хотя в 90-х годах многие специалисты были уверены, что такая вакцина появится в ближайшие 5 лет. Не удалось также создать вакцину и от простуды, которая тоже вызывается разновидностью коронавируса. Поэтому возможно, что вакцина от COVID-19 тоже не появится в ближайшее время или вообще. В этом видео мы поговорим именно об этом. И начнем мы с того, как вообще происходит процесс разработки вакцины, какие у него есть стадии и как дела обстоят сейчас с разработкой вакцины от COVID-19. Процесс создания любой вакцины – это долго, дорого и сложно. Обычно срок их разработки занимает от нескольких лет до десятков лет. Помимо самого процесса разработки потенциальной вакцины, существуют условные 4 фазы ее тестирования, которые занимают большое количество времени. Во время нулевой фазы ее дают только животным, например, обезьянам, чтобы понять, вызывает ли она ожидаемую реакцию иммунной системы. Если такая реакция есть, то приступают к первой фазе тестирования, когда эту вакцину дают небольшой группе людей-добровольцев, чтобы выяснить, есть ли от нее иммунный ответ уже в человеческом организме. Если все хорошо, то приступают ко второй фазе, когда вакцину дают уже более значительному количеству людей, чтобы понять, какую именно дозу вакцины следует давать людям в среднем. В таких исследованиях уже участвуют добровольцы из разных возрастных категорий. После этого переходят к третьей, самой долгой фазе тестирования. Вакцину дают тысячам людей из разных возрастных групп и долгое время за ними наблюдают, выясняя, защищает ли она их от вируса, а также то, сколько она действует и есть ли у нее редкие побочные эффекты, как часто эти побочные эффекты проявляются и у кого. И только после того, как вакцина в третьей стадии покажет себя безопасной и эффективной, приступают к ее масштабному производству. В случае с пандемией COVID-19 разработка вакцины ведется в невиданном ранее ускоренном темпе. Разные поочередности фазы тестирования потенциальных вакцин проводятся параллельно. Происходит это не потому, что медики сейчас готовы пренебречь безопасностью вакцин, а потому, что сейчас вкладываются невероятные финансовые ресурсы в это, что позволяет гораздо большему количеству ученых работать одновременно. Деньги на это тратят не только государства, но и частные фонды, крупнейший из которых фонд Билла и Мелинды Гейтс, который потратит миллиарды на разработку этой вакцины. Биллу Гейтсу удалось практически полностью избавить бедные страны от полиомиелита, благодаря своим вакцинам. Так что ресурсы и опыт у этой организации огромны. На данный момент существует 4 вакцины, которые находятся на финальной третьей стадии. Причем одна из этих вакцин уже одобрена для использования. Но правда только в одной стране, в Китае. И только для использования военными. Речь идет о вакцине от китайской компании Consino Biologistics. Ее название вы видите на экране. Неизвестно то, скольким китайским военным дадут эту вакцину, и является ли эта вакцинация обязательной. Это их государственная тайна. Интересно то, что по официальным заявлениям властей Китая, ни один китайский военный до сих пор не завалил COVID-19. И объяснений тут может быть два. Либо Китай действительно имеет работающую вакцину против коронавируса, военные были массово вакцинированы и поэтому не болеют, либо же, что более вероятно, это просто китайская пропаганда, которая скрывает настоящие данные. Точно так же, как официальные власти Северной Кореи и Туркменистана, которые заявляют, что в их стране вируса нет. Хотя существует множество доказательств обратного. В Китае было относительно много зараженных, и у них очень большая армия. Статистически невозможно то, что ни один военный там не заразился. Другие три вакцины сейчас находятся на третьей стадии тестирования в разных странах мира, и в нем участвуют тысячи добровольцев. И еще больше вакцин находится на второй стадии, так что потенциальных вакцин от COVID-19 уже сейчас существует большое множество. При этом производители потенциальных вакцин уже сейчас начинают производить их в массовых количествах для того, чтобы как только одна из них покажет себя безопасной и эффективной, сразу же начать распространять ее среди людей. Хотя обычно процесс производства вакцин начинается только после завершения клинических испытаний, и занимает много месяцев или даже год. Может ли быть такое, что вакцину все-таки не удастся найти? Случиться это может из-за того, что у нее могут оказаться какие-то побочные эффекты, например. То есть она просто будет небезопасна. Также, возможно, она будет неэффективна. Недавно стали появляться статьи о том, что у людей, которые переболели коронавирусом, количество антител к нему, которые защищают от повторного заражения, уменьшается значительно всего через пару месяцев. Если это так, то невозможно будет достичь группового иммунитета к этой болезни. А также вакцины могут оказаться неэффективными, потому что они защищают от вируса, в том числе при помощи антител, которые вырабатываются организмом как ответ на введение вакцины. В этом ее суть. Но ученые просят не паниковать. Иммунная система человека очень сложная, и с вирусами она борется не только при помощи антител, но и благодаря иммунологической памяти. То есть однажды переболеев определенной болезнью, иммунная система запоминает этот патоген и то, как с ним бороться. И уже в следующий раз, если человек снова заболеет той же болезнью, то протекать она будет легче и с меньшими последствиями. Например, количество антител к вирусу оспы после вакцины снижается на 75% уже через полгода, но при этом вакцины от этой болезни действуют десятки лет. Также для восстановления нужной концентрации антител можно делать повторную вакцинацию периодически, как это происходит с вакциной от энцефалита. Но что же делать, если вакцина не появится? Ждет ли нас ужасное будущее тотального локдауна, постоянного ношения масок и социального дистанцирования? Вполне возможно, что человечество вместо того, чтобы уничтожить вирус, научится с ним жить, так же, как оно научилось жить с постоянной угрозой заболеть ВИЧ. В 1980-х годах ВИЧ был смертным приговором. Люди от него долго и мучительно умирали. Но сейчас, хоть до сих пор ВИЧ и не лечится, существуют лекарства, при приеме которых вирус в организме перестает размножаться и находятся как будто бы в спящем состоянии. Больные ВИЧ-люди могут жить так же комфортно и долго, как и простые люди, здоровые. Они просто должны каждый день принимать достаточно большое количество специальных лекарств. То есть, по сравнению с тем, как ВИЧ убивал людей раньше, это практически равнозначно выздоровлению. Так вот, возможно, появится лекарство и от коронавируса. То есть, не вакцина, предотвращающая заражение им, а именно лекарство, которое вылечивает его, либо делает его симптомы гораздо менее тяжелыми и сводит к минимуму вероятность смерти и каких-то последствий для здоровья от него. Это уже сделает жизнь в мире с коронавирусом гораздо более безопасной и комфортной. Социальное дистанцирование и ношение масок тоже долгое время еще будут обычным делом. Люди к этому так или иначе привыкнут. Сразу возникает вопрос о том, как будут происходить большие концерты, музыкальные фестивали и спортивные состязания. Ведь там всегда много зрителей, и они находятся очень близко друг к другу. Многие мероприятия будет невыгодно организовывать с финансовой точки зрения, если стадион или концертный зал, например, можно будет заполнить зрителями только наполовину. То же касается и баров с ночными клубами, где всегда много народу, люди танцуют и дистанцию никто не соблюдает. Возможно, придется привыкнуть к новым правилам поведения и там. И это в любом случае негативно отразится на доходах этих заведений и поставит под угрозу саму возможность их существования. А отслеживание контактов с зараженными с помощью мобильных телефонов тоже будет помогать избегать заражения. В Южной Корее, например, этот метод оказался очень эффективным. В первую очередь потому, что подобные приложения для телефона там установило большинство людей. И параноидальных настроений и опасений из-за возможной слежки там не так много, как в других странах. Например, в России, когда сантехник Вася искренне возмущается из-за того, что кто-то может теперь следить за ним и выведать секретную информацию, вроде той, как часто он ходит в соседний ларек за водкой. Станет новой нормой и постоянное тестирование на коронавирус. Благо, экспресс-тесты уже появились. Измерение температуры для пассажиров самолетов, поездов и посетителей массовых мероприятий тоже будет реальностью. Ко всему этому нам придется привыкнуть. Но все это, повторяю, будет так, только если вакцина от COVID-19 так и не будет найдена. Но будем надеяться, что все-таки ученые смогут это сделать, и скоро мир вернется к привычной к нам всем жизни. Напишите в комментариях, как вы думаете, скоро ли появится вакцина и появится ли она вообще. Все ваши комментарии я всегда читаю. А в продолжении темы советую вам посмотреть мои видео о теории заговора про Билла Гейтса и коронавирус, а также про другую теорию заговора, о вышках связи 5G. Ссылки будут прямо на экране. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, это очень поможет мне в развитии канала. Будьте адекватны и разумны, с вами был Демиос, пока. Субтитры сделал DimaTorzok